приехали к домику интересного вот такая бочка внутри вот по людям можно сориентироваться какого размера сейчас конечно закрыта вряд ли мы это увидим какие-то части явно античные что за тут по на складывали как смогли высоко шел до сих пор отдышаться не могу на горке такой высокой ну сейчас вроде как продается не само собой все дела тут закрыто туда бочку посмотреть на вряд ли мы сможем туда достаток похоже льва похоже да явно прочность мощная такая другой стороны ну похоже тут перекладывали много раз он сейчас мы попробуем отсюда снизу заглянуть так куди под ногами блин скачет говнюк чуть меня не перевернул ах ты блин я сегодня даже фонарик не взял ну в принципе видно да видите какая она за огромная какой тут подвал ё-моё сколько штук метров так решетка мешает камере настроиться сейчас вот так вот очень глубоко очень глубоко бочка реально здоровая просто пипис какая она огромная ну не знаю для бочки ли тут была нет это конечно все под вопросом вот с той стороны тоже бы интересно посмотреть но он дверь видите какая там стулья стоят сейчас в другое окно посмотрю это то же самое в принципе вообще ничего не увижу похоже а о там двери вот как раз для сегодняшнего человека под наш рост два метра они обычно такие двери ну очень высоко очень огромный подвал прикольный закон что тут оригинального конечно что-то у меня как будто бы пустота какая-то что-ли под ногами странно как будто пустота там какая-то что-то тут рыли может человек проводили или как ну вот такой домик тут вот видно реставрацию делали металлические стяжки вставляли трещина пошла да хорошая большая трещина и с другой стороны такие же ку-ку а что там свет горит ну в общем тут ресторан гостиница и вроде что-то близко к миллиону он продается раз посмотрим тот памятник там явно тоже вот подвалы вижу наверное это к тоже большие что-то еще интересного увидел тут оказывается еще одна башня бисмарка есть сейчас мы ее посмотрим прикольно вот этот ну да типа охотничий дом или замок так в общем планом его с нее попробуем еще с разных сторон снять мы там наверху вижу шарики такие большие это у нас что ухты блин фонари такие были как вот такой памятник интересный тут явно уже чего-то брали складывали что-то тут слушай а что это за прорези такие интересные андрей они какие-то во первых формами такими интересными такое ощущения кого-то сверлом прошлись не знаю может быть и сверлом куда не знаешь натуральный песчаник за сколько стареет мне такое мне такое впечатление что это с остатков тут что-то на складывали этот просто колонна стоит шариком колонну просто поставили откуда-то видать где-то колонну подняли с этим подстаментом девать некуда было и сюда прилепили ну а надпись надписи сделать это уже вопрос другое думаю про все проблем нет с этим вот там город просматривается уже листьев мало сейчас мы даже город можем видеть под названием как бы штат у нас тут прикалывается хальп это половина штат это город половина города кстати да тут я не знаю это уже свежачок похоже да по моему все свежачок возможно там внизу где-то фундамент остатки вполне возможно оригинальные наверх всего же похоже на свежак туши что-то мне ухо заложила а тут такой сводик чё это такое чё такое было тоже остаток наверно какой-то красиво наверно сюда куда-то шел дальше трудно сказать конечно такая вроде как на сегодняшний день как беседка ну вот да похоже тут сверху вот это настроили на то что уже было раньше вот тут еще вижу вот как бы помещение классная может конечно и позже выкопали так сориентироваться сложновато вот это нормальный песчаник он сыпется чувствуется сразу сразу чувствуется он сыпется а вот этот он тоже хоть и выглядит очень старым но он чувствуется сразу сыпется поэтому с такими блоками вот сравнивать даже смысла нету конечно тут молоток нужен ударить туда точно будет понятно ну вот здесь почка стоит сейчас с этой стороны так посмотреть только снаружи а ты там не видел дату его это официальная 17 век да начало 1616 а за 6 1606 ну да ну да ну дом конечно интересный ходе чуть скулишь успокойся ну вот вот я в прошлый раз показывал башню вот это водонапорную отсюда ее хорошо видно сейчас я приближу ветер зараза а вот там ну вот отсюда можно сориентироваться башню практически почти пост под крышей собора находится высота в общем если ориентироваться верхний этаж башни водонапорной то он получается верхний этаж собора нашего вот так вот представляете на какой высоте находится водонапорная башня ну тут все я вижу церкви вот и липфранк там торчит и марин вот это и так как ее уже не помню врать не буду и эту как он андреас по моему крышу он только видно ну в принципе почти все видно прикольно так идем дальше вот это что-то нацарапали такое вечер и будь это напоминает михаил дерево фонтан чужие люстра чем еще какие ассоциации вызывает снизу вот такое большое разветвление идет мне честно говоря вот так конкретно ничего не напоминает а вот справа да дерево похоже на дерево а вот это вот не совсем не понятно что это такое вот такими вот она сделана вот такими вот она сделана в общем я так понимаю они с обоих сторон были одинаковые 4 штуки внизу потом опять 4 уже они поменьше следующие 4 еще поменьше и еще 4 и еще 4 прикольно а на гравюре что-то тут дерево я вижу тут на дереве тут явные деревья какие-то а это ну фонтан я бы не сказал что похоже на фонтан я не знаю что-то вот у меня где-то где-то вот деревья вот тут деревья похожи были вот видишь корневища их вот это что она там на рисунке а там сейчас приближе не по нему уже все время съела ну где-то вроде крылья есть а в целом в общем непонятно ну в данный момент это тоже вот что-то типа в беседке большой тут вот корни тоже остались а дальше практически все отвалилось вот с этой стороны тоже самое вот что-то мне напоминает я не могу вспомнить где-то я что-то подобное видел здесь не все сохранилось правда с той стороны чуть получше и вот ветвь тут лавочка стоит со стульями кто-то видать тут сидит хорошо тут конечно сидеть кстати железо вот торчит внутри и похоже оно было тоже в швинце все та же самая технология древняя древняя и вот так вот полгорода то есть хальбрштадт ну правую сторону правда не видно деревья мешают но я вот как раз сейчас вижу половинку города в принципе как я говорил вот тут остатки стен вот колонна вот тут явно все переделано тут было продолжение похоже возможно вверх уже другой а вот низ совсем был другой тут собственно говоря по камню это видно то есть вот сюда было еще какое-то продолжение скорее всего вот тут две такие огромные арки заложены вот одна вот вторая это вот этот подвал где вот эта бочка огромная вот сюда было продолжение то есть нижняя часть с верхней частью кладка уже совсем другая хотя та верхняя кладка тоже я вам скажу очень ровненькая явно она либо машинная обработка либо литье уже тоже сейчас конечно так просто на взгляд сказать почти невозможно ну вот еще одна беседка такая сурчатый потолок сверху то ли олень то ли косуля непонятно тут такие камни в виде вставок ну явно тоже впечатление что из остатков тут вот наложили наваяли вот это вообще непонятно что было изначально составили в кучу что там осталось здесь просто песчаник похоже тут еще прикололись видать вырезали ага вот она башеньку бисмарка здесь сложили ну похоже тоже из остатков да не не та намного мощнее это такая во первых вверх видно там свежие камни колонны может быть оригинальные тут походу собирали из того что было низ вообще ну тут явно все свежее видишь песчаник он такой мягкий сыпется тут налепили с чего было такой оп ну постарались даже сводчатый потолок сделать и даже круг куда какой то туда воткнуть а а кто-то даже нацарапал там 1990 и вопрос гадайте сами хе 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 ну вот там статуя видать когда то была откуда то ее сюда прилепили пили вот сверху на просто туда воткнули чтобы было чтобы не пропадать добро ты это свежачок уже на свежачок знаешь сегодня такие могу выцарапать без проблем тут по на выцарапывали таких кротиков и не тут кто-то со старался царапал даже его чем-то похоже обработали здесь у него это он был другой сверху его чем-то явно обработали да они давно внутри тут твердый и тут какой-то он другой песчанец интересно но там я вижу даже кирпич использованы вход то есть туда у нас нет открыто ну хоть тут открытый талан так сожалению закрыта ну стену но кирпич причем кирпич то свеженький тут камни налепили каких какие по всей видимости были техи налепили и кирпичи и все что хочешь с подряд использовали все что можно и нельзя не интересно ну тут то понятно все как бы свежачок это вот эти плиты непонятно может быть их откуда-то и взяли ну вот колонна только возможно тут уже использовался кирпич и это уже похоже другие использовали но хотя я понимаю что тут все открыто я знаю дома это видать кирпич не тот или просто со штукатуркой отвалился странно это штукатуренный кирпич был он потом поотвалялся лестница очень узкая и очень закрученная плиты свежачок с моей работой блин ну типа не совсем мои с такой как я делал и колонн добрались другой камень ну вот так выложили с того что было зазоры смотри какие здоровые когда это лепили ну вот и все пожалуй прошлись мы немножко прогулялись и отсняли что смогли так а что-то я там вижу какую-то скалу которую я не знаю сейчас я попробую ее разглядеть так где она где-то там да я не могу удержать сейчас попытаюсь понять где это находится почему я не знаю или я знаю но что-то не понимаю и совсем могу понять надо сориентироваться это 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 Продолжение следует...